Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Замечательный тур был внутреннего нашего первенства Чемпионата России. Обо всем об этом хотелось бы вместе с вами поговорить, а также с Сергеем Гуславовым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронин, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Я уверен, что не найдется ни одного человека, который мог бы сказать, что за эту прошедшую неделю были скучные, неинтересные матчи, что незачем было наблюдать. И мы с удовольствием смотрели и между собой делились теми впечатлениями, о которых сейчас расскажем нашим телезрителям, но и телефоны вы видите на своих экранах, поэтому звоните и тоже делитесь своим мнением по тем матчам, которые вы видели. Ну что ж, друзья, как всегда, в порядке очередности, начинаем. Итак, Лига Чемпионов вспоминаем сами и даем такую возможность нашим телезрителям. Лига Чемпионов ЦСКА Виктория Пельзень 1-2 и Локомотив Галатасарай 2-0. Поздравляем болельщиков Локомотива, первая победа Локомотива за последние 15 лет. Ну и болельщикам ЦСКА, наверное, стоит сказать несколько утешительных слов. Как говорится, из той еще старой присказки «не шмогла». Жень, почему не шмогла? Ты знаешь, какое было у нас настроение перед матчем, да? Да, и ты звонил в эфир. Прекрасное настроение звонило в эфир, что все хорошо, все. И на самом деле и матч-то для нас давался, но, скажем так, те нереализованные моменты, которые были у команды, это, конечно, сейчас, скажем так, слабое место в игре ЦСКА. Но и мне, конечно, за команду, если мне с Ромой за команду не было стыдно, да, наверное, то сейчас я, наверное, даже бы не аплодировал им, потому что они не проявили бойцовские качества и не перешагнули через себя и не добились результата. Хотя могли. И результат, я считаю, что не закономерен и не по игре все-таки. Согласишься, Илья, с Евгением, что счет не по игре и результат не закономерен? Ну, результат... Я ожидал, что так все закончится, потому что ЦСКА сбился. И вот мы по телевизору смотрел, я же смотрел на стадионе, и такое было ощущение гнать команду вперед. Почему-то хотелось выиграть этот матч, хотя в большом счете нужно было остановиться. Просто ничью. Играть, да, в ничью. Но почему-то хотелось выиграть, и ЦСКА играл как будто бы либо победа, либо ничего. И вот что отличает ЦСКА, например, от команды Баварии, например, или сборной Германии? Команда, даже проигрывая в счете, не изменяет своей тактике. То есть давит так же, как использует те сильные качества, которыми она владеет. Армейцы начали сбиваться на какие-то навесы, которые, в общем, в этом году ничего армейцам не дают. Сбиваться на ту игру, которая не заведомо ничего не давала, даже каких-то подходов каких-то логичных. Это проигрывая? А? Проигрывая. Нет, нет, это при равном счете. И просто хотели выиграть, и в итоге проиграли. В общем, сыграли достаточно нехладнокровно. Помните, мы сейчас, помните, мы с Луцкого очень часто обсуждали о том, что он строит такую игру, да? То есть результат забили, и оборона, 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 где-то там выпустили дополнительного опорника, дополнительного защитника, там второго Березуцкого, там мог абсолютно спокойно. Почему Гончаренко не пошел, на ваш взгляд, по этой истории? Ведь действительно, я прав, ничья абсолютно устраивала ЦСКА. Может быть, это... Во-первых, меня первый вопрос интересует, на какой минуте Евгений ушел из буфета во время матча. Что он звонил нам когда-то? Бое-вое дело. Это же чужие. Кто звонил в бро? Второй вопрос, мне кажется, Олег, в том, что армейцы... Вот действительно, команда же строится, да? Мы сто раз об этом говорили. Вот именно, может быть, опыта не хватило действительно в этом матче, чтобы удержать, чтобы как-то хладнокровнее сыграть, чтобы не лететь вперед, действительно забивать, делать счет в свою пользу. А действительно, если устраивать ЦСКА ничья, то, может быть, и ничей бы хватило. И спокойно доиграть матч, как говорят, осадить игру немножко, и спокойно доигрывать, может быть, даже тянуть время. Ничего зазорного не было в этом. А может, ЦСКА ставили какие-то для себя максимальные задачи? Можно бы в Лигу выйти. Может, ты Гончаренко даже ставил, понимаешь? Если был шанс выйти в Лигу. Хорошо, как быть с Журавлем и Синицей? Выбрали Журавля. Чемпионов поставили. И упасть на самое глубокое дно. Да, конечно, мы можем гадать. Скажем, могло выйти в финал Лиги Чемпионов, правильно? Ну, из группы выйти. Шансы были? Шансы были в случае победы. Если выигрывали и Реал выигрывали, то могли бы выйти. Каким образом? Если бы Зене выигрывали и выигрывали у Реала, тогда бы мы могли выйти. Тогда мы теоретически. Потому что там Рома тогда играла бы... Должны были Рома не выиграть у Ползеня в Чехии. Да, да. Кстати говоря, немножко опять-таки статистики добавлю. Наш соперник, да, ЦСКА Виктория Перезень пропустила в Лиге Чемпионов больше всех. 15 мячей, друзья мои. Близко даже там, по-моему, и рядом никого нет. И еще немножко статистики, раз уж мы пошли. Даже в Лиге Европы только одна команда пропустила больше. И то, знаете, какая? Ну, да, там Пессар. Нет. Дюдиланш. Вот, посмотрите, мы даже в нашем сне не вспомним и не выговорим эту команду. Единственная тоже команда в Лиге Европы, которая пропустила 16 мячей за эти матчи. И Виктория Перезень. И мы не можем ее обыграть. Ну, так вот у нас команда, ты сам знаешь, бывает такая неудобная команда. Так же, как для ЦСКА Динамо неудобная команда, так вот и президент для нас оказался неудобной соперникой. Ну, опять же, было отсутствие двух игроков. Один в защите у нас, Магнус он отсутствовал из-за перебора игровых карт, что он не смог играть. Играл Чернов в очередной раз я понял, что это не игрок ЦСКА. И поэтому я понимаю, что не игрок ЦСКА, согласен, да, за поправку. Вот, что его отдавали в аренду, наверное, все-таки тренеры видели в нем что-то вот такое, что... И, наверное, не видели в нем ничего. И, естественно, основной игрок сейчас команды является у нас Ахметов, который тоже был из-за травмы, пропускал матч. Я думаю, что он как раз везущее звено, как раз в опорной зоне, он бы помог обязательно команде. А что с Биелом, скажите мне? Ну, что с Биелом? Биел выходит сейчас, но что-то он не в максимальной кондициях. Нет, последние игры, как вы, не выходили? Потому что не выходит, Биел уже три игры. Нет, выходил, выходил. На две минуты? Последний матч с Ростовом тоже его не было. С Пельзенью не было, у меня же была травма. Позже не играл от концовки сам. Ну, вышел на две минуты. Ну, я считаю, что, вспомните, да, опорную зону можно было бы и тем же Бистровичем наполнить и Биелом. Ну, тогда бы, наверное, мы бы играли как раз в оборонительный футбол, который все хотели. А он и ЦСКА устраивал. Хотя Биел в последнее время, которое он проводил игры, он провалил матч за матч. Помните, еще небольшая квинтэссенция этого матча, у Сектор Агаза была такая песня, взял вину на себя. Вот армейцы заигрались и слишком много на себя взяли и поплатили за это. Ты слишком много на себя берешь, так называется. Ну, что ж, ЦСКА сам себя подвел под черту, когда они могут не выйти в Евровесну. Теперь надо просто набирать хотя бы очко и молиться, что Рома, который и те, и другие уже обеспечили себе все и вся. Причем и Реал, и Рома, Реал выйдет с первого места. Не будет Реал проиграть на своем месте. Но они даже специально им это тяжело будет сделать. Да, даже третий состав будет играть. Да, согласен. Давайте немножко поговорим о Локомотиве, потому что Локомотив действительно за последние 15 лет набрал первую победу над Голотосараем. Хотя были у нас сомнения, мы этого не скрывали, что Локомотив-то, Сереж, навряд ли что-либо сможет. Да, и посмотри. И матч-то замечательный получился. Ну да. Что можно сказать? Я не знаю, что сказать, Олег. Мы выиграли, молодцы. Но Голотосарай тоже не скажет, что так командовало. Моменты тоже были у Голотосарая. Ну повезло в Локомотиву. Локомотив выиграл 2-0. Поздравить только можно. Кстати говоря, мы говорили, что любой результат ЦСКА, Спартака, Краснодара, Зенита, любой результат положительный. И все, мы все в Лиге Европы, кроме Локомотива, которого там... Да, Локомотив побеждает, и остальные еще, ну кроме Зенита, по-моему, еще не решен вопрос, будут ли играть в Европе. Ну что ж, давайте двигаться дальше. У нас на очереди Лига Европы, и там уже три наши команды по-разному, но все-таки выступили в этом первенстве. Итак, Краснодар, Акхисар. Мы все ждали, что Краснодар победит, и это было, наверное, оправдано. Зенит победил Копенгаген 1-0. Ну, достаточно серая такая игра была, но победили, и то хорошо. И Спартак, в общем-то, пошел по пути ЦСКА, и с тем же результатом, и с тем же развитием, да, событий, как и ЦСКА, забили первыми, и потом два пропустили. Кирилл, ну... Ну, что сказал мои слова, я хотел сказать, что это калька с матча. Калька абсолютная получилась. С матча, к сожалению, такая плохая калька с матча ЦСКА, с клубом, да, с Пальзенью. Но прежде всего, если это по счету смотреть, по тому, как развивались события, именно математически, 1-0-2-1. Но по игре, мне кажется, по-другому складывалось. У Спартака как-то внезапно, и для меня, например, внезапно, закончились силы. У Спартака закончилась физика. Бензин закончился. И не первый матч, в шестой минуте. Ну, так вот прям явно, чтобы команда просела. Я связывал это с плохой формой ветеранов, которые выше, которые давно не играли. На последующий матч, это мысль мою, не мысль, это догадка мою, а проверка. Потому что мы к Мотивам сыграли неплохо по физике. Но такое впечатление, что команда из-под колоссальных нагрузок вышла, и просто остановились. И Рапид, не ошибаюсь, там шестая или седьмая команда чемпионата Австрии. Сейчас уже девятая. Вот, видишь, как. Выиграл у Спартака, стал девятый. Неудачно как. Вот. Тоже силы. И они просто задавили, физикой своей задавили. Последний гол, это игрок, который делал передачу на гол, он находился в окружении трех спартаковцев. Которые были от него где-то в метре, в полуметре, не смогли помешать сделать эту передачу, нацеленную, хорошую передачу. Дальше просто не успели защитники. Это абсолютная нехватка физики. Я считаю, и ЦСКА могло сыграть ничью, и Спартак как минимум мог ничью в этом матче брать, а по-хорошему, конечно, выигрывать. И это было бы плюсом. Ну, безусловно, плюсом обоим командам. А так, конечно, разочарование проигрывать. Зато как вы радовались во вторник. Ну, это потом было. А мы радовались в четверг. Ну, да. Никогда не болею за ЦСКА Юрокубку. Удивительно. Друзья мои, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что у нас Краснодар и Зенит сейчас находятся на первом месте в своих группах. Ну, и такой же примерно результат мы видим и в чемпионате России. У нас и Зенит, и Краснодар занимают первую, вторую строчку. Это как-то, на ваш взгляд, взаимосвязано? Есть какие-то вопросы? Знаешь, интересная ситуация. Там Зенит уже вышел с первой строчки, так как на первой. А Краснодар на первой находится, но он может вообще не выйти. Может. Ну, там какие-то должны... Не выйти математически. Там разница мячей у него. Не меньше. Можно 3-0 проиграть, только и 4-0. Есть шанс, есть шанс такой. Да, математически, но он есть. Да. Обратно, 12 очков. Нет, 12 очков. Когда такой яркий аутсайдер есть в группе, то часто такие прекращаются. Кстати говоря, у Спартака самая группа, самая ровная. Это вообще, да. И первое место занимает... Ну, это единственная группа, где кто-то, кто занимает первое место, набрал всего лишь 7 очков. Да-да-да-да. Все остальные уже там... Да, все имеют шанс выйти, все команды. Все команды. Это единственная группа, где все команды имеют шанс выйти в следующий раунд, да, в плей-офф выйти. О Зените я не знаю. Честно говоря, я смотрел матч, но вот я вообще не видел какой-то игры, увлекательной, какой-то вот, что идет какая-то вот спортивная борьба. Наверное, когда мы будем обсуждать уже и матч чемпионата России, может быть, и это тоже произошло с Зенитом, почему они достаточно так проиграли, да, Арсеналу. А о Краснодаре хотелось бы поговорить, да. Я же говорил тебе на прошлый период, что ждал, что, конечно, будет уверенная победа Краснодара, тем более над аутсайдером чемпионата Турции, а получилась немножко такая... Такая же калька, но только наоборот. Да, натужная победа, но победа все-таки, да, это хорошо. Ну, ты знаешь, глядя на Краснодар, интересно, потом вот матчи сравниваешь в чемпионате России, в кубковые матчи его Краснодара уже, действительно, он как этот, не паровоз, может быть, машинка. Вот немецкая помощь, мы говорили, немецкая машина, да, вот там, ну, Мерседес, да, вот идет, идет, все равно там вот идет, он играет в свою игру, и до лампочки, какой будет соперник. Здесь же тоже, действительно, сейчас Краснодар стал играть не от соперника, а сам играет. То есть, он играет в свою игру, и ему все равно, какой счет, какой соперник. Ну, естественно, конечно, пока не Мерседес, может быть, там, Volkswagen, Audi, ну, какое-то такое. Ну, то есть, неплохо. Ну, с позиции силы играет в команде. То есть, играет в свою игру, он не, действительно, может быть, тренер такую установку дает, что не смотрите, кто, с кем мы выходим, играем. Кстати говоря, Краснодар все свои матчи закончил 2-1. Да, вот, в этом ряду матчи, где они переламывали со счета 1-0, выигрывали именно 2-1, проигрывая в счете в чемпионате России и в Баге Европы. Да, да, да. И в СССР также они 2-1 выиграли, 1-0 проигрывали. А были матчи, где они в конце пропускали тоже. Ну, от той же Севильи, по-моему. Ну, да, 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 они там в конце пропускали. В конце пропусили два мяча хотя вели. Не дотягивая немножко. Ну, переоценили. Мне Краснодар, я всегда говорил, мне Краснодар нравится. И пора уже, мне, наверное, с рубина переходить на парад. Пора, пора. Все, тогда я с рубина не хожу. Потивак смотреть будешь. Да, перехожу на балет за Краснодар. По турнирной таблице, да, мы поговорили, что действительно у ЦСКА есть математические шансы еще выйти. У Локомотива даже тоже есть шансы выйти, ну, хотя бы в Лигу Европы, мы говорим. Ну, как и у ЦСКА. Ну и естественно у всех наших команд все шансы есть и все будет решаться. Единственное, что мы все играем матчи на выезде. Позволь я резюмирую немножко. Конечно. Я тут недавно на глаза попалась большая статья про российский чемпионат 90-х годов. Про которую говорят, что он у нас был слабый, у Спартака в том числе не было конкуренции. Я вот прочитал, там Локомотив выходил в полуфинал, Кубка Уэльфа, Спартак дважды выходил в полуфиналы. А теперь мы вынуждены проигрывать в Плезене. И вроде как у нас сейчас лига поднялась, а играем с Австрией и с Польшей и им проигрываем. Я не хочу сказать, что все-таки Австрия и Польша они тоже поднялись в сомнении. Потому что туда стали приезжать другие новые футболисты хорошие. Поэтому сейчас не только там скажем так российские, но и весь европейский ЧАА поднялся. В Плезене и в Рапиде каких-то известных. Я лично нет. Не, не назовешь, но страну же... Не, ну понятно, Жень. Но все равно финансирование не то. Понятно, что эта команда не топ-уровня. Я абсолютно согласен. И надеюсь, услышу нашего телезрителя и тоже выскажет свое мнение. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, приветствую. Олег, не питая иллюзий, армейцы вылетели. Эта болтовня была еще дома с чехами. Мы там проиграли 1-2. А то, что мы выиграли здесь 1-0, так это случайность. Кому мы проиграли 1-2? Мы выиграли 1-0 у Реала. Дома. Это была случайность, это не закономерность. Ну, согласен. Такое бывает. Ну, пожалуйста, вчера «Зенит» 2-4 проиграл. Это что, закономерность, что ли? Тоже нет. Это тоже случайность. Где-то что-то не доработал сам «Зенит». Ну, так и там. Все пытались, били по нашим воротам, попадали в штанги, в перекладины. Но не шел мяч в ворота. Бывает такое. Так что выиграли мы случайно. Надо оценивать правильно. А сейчас, что мы поедем туда и выиграем, там у них или сыграем, не ищу. Бред это все. Конечно. Значит, у Реала мы победим. Вилья Реал победим. И всех остальных мы победим. И вообще Россия... Олег, никого мы не победим. Ты обрати внимание, как играет команда. Они зачастую не понимают, чего они хотят. Добегают до штрафной и дальше ждут. А кто бы что помог, как бы разыграть. А другие команды идут, идут один-два, идут, идут и не ждут подкрепления. Если получится, бьют поворотом. Мы ждем, катаем с угла на угол. Ну и так далее. Сами вы видели. Вы же матчу видели. Нет у нас таких. И еще одно но. Весь этот выход в группу чемпионов, ведь завоевала не эта команда, а совсем другая. Спасибо вам. Согласен. Этим досталось так, по наследству. Согласен. Согласен. А некоторые забыли об этом. Ну, забыли о том, что понятно, что обеспечивали эту победу и Березуцкий, Игнашевич, и Вернбумы и так далее. Я уже полгода жду. Что ж, так бывает. Ну, я все равно не теряю оптимизм, а я вообще человек оптимист по натуре, поэтому не теряю оптимизм, уверен, что все пять команд у нас выйдут в следующий раунд. Барселону в ЦСКА в гостях обыгрывал? Да. Реал пришло время обыграть. Правильно говорю, ребята? Правильно. Правильно говорю. Все. Вот так. Договорились. Идем дальше. Чемпионат России, 16-й тур. Давайте вспомним, какие результаты были зафиксированы после финального ЦСКА. Итак, друзья мои, Арсенал, Зенит, 4-2. Самый неожиданный результат. Спартак, Локомотив, 2-1. На мой взгляд, абсолютно все по делу. Ростов, ЦСКА, абсолютно все по делу, 0-0. Краснодар, Урал. Многие надеялись, что Урал даст бой, но Краснодар, конечно, сейчас выглядит просто каким-то великолепным составом. И прекрасной игрой. Анжи Уфа, свои цели, свои задачи, 0-0. Енисей Ахмат, наверное, повторюсь. Да и Рубин Динамо, свои цели, свои задачи, ничейные матчи были зафиксированы. Переходим к главному матчу 16-го тура. Дерби, Енисей Ахмат. Нет, конечно же, Спартак, Локомотив. Давайте посмотрим еще раз на результат, который был зафиксирован. Спартак, Локомотив, 2-1. Поздравляю всех спартаковских болельщиков. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Кирилл, мы говорили, да, если вспомнить матчи, что действительно Спартаку не хватало. И в прошлом в игре чемпионата мы говорили, с Рапидом вставали. Тут с Локомотивом. Я не скажу, что встали, но, во-первых, удаление было раз, и да, все понятно. Но ведь не встали. Не встали. Да, не встали. Для меня было удивительно. Я пророчествовал, что после второго тайма уже, потому что у Спартака было на один день меньше на подготовке к матчу после Еврокубка, чем у Локомотива. А уж когда произошло удаление, я решил, что у нас сейчас просто затопчут. Но у Локомотив, вот именно в конце, они были неточны очень в передачах. И тем самым дали Спартаку шанс отодвигать игру и убегать в контратаке. А так матч, конечно, получился просто шикарный, в котором случился и незабитый пенальти, и удаление, которое, кстати, Спартака будет оспаривать. Потому что там с другого повтора замечательно видно, что мяч попадает в лицо, рассказывал, без всяких вариантов. Нет, это видео, Сережа. Нет, ну а с этой лицевой стороны видно, что движение рукой было? Было. Нет, мяч там попадает в лицо, у него так голова отлетает. Нет, ну сам там в интервью сказал, что мне мяч попал и в руку, и в лицо. Вот так рассказывал. Мяч попал в лицо, как он говорит. Я смотрю видео сегодня, прямо перед передачей. А, кстати, Игорь, раз уж мы говорим об этом, да, то сегодня принято решение, что со следующего сезона вводят систему видеоповтора. Конечно, это очень здравое решение, против него могут возражать только враги бутболу и любители подковерных судейских игр всяких. А у нас есть телефонный звонок телезрителя. Добрый вечер. Младшебница Илья. Добрый вечер. Еще раз, Илья. Я видел этот матч, мне очень понравился Спартак, я болел за него. И мне было очень даже хотелось бы, они поиграли. И они молодцы. Выдержали. Грохот за кашу. После удаления защитника, хотя он явно сыграл рукой, зачем, непонятно. Ну, теперь что говори. Сыграл и сыграл. Ну, молодцы. Поздравляю. Спасибо, Юрий Сергеевич. Вот, Юрий Сергеевич, знаем, болельщик ЦСКА. Вы похвалили Динамо, похвалили Спартак. Вот, болельщик, вы учитесь, учитесь, Юрий Сергеевич. Была травма Реброва, который стоял в состоянии игроки просто на воротах, доставил последние 25 минут. Было видно, что взгляд у человека не фокусируется, но замен не было. Он просто вот команду выручил, потому что 25 минут полевой игрок на воротах, это явный проигрыш. Не встали, я не читал, чтобы что-то там было написано, что там ноги судороги потом сводили, ведь не падали. Особо даже время так не затягивали, ничего такого не было. Я не знаю, что за такой функциональный провал случился именно в игре с Рапидом, но с Локомотивом в плане физики все выговорили его гораздо сложнее. Чем, кстати говоря, отличился в этой игре Спартак, что действительно не падали, потому что знаем, есть команды, не будем называть, падают, валяются. Южные ребята у нас. Ну, это да. Можно добавить. Сережа, еще минуточку, значит, я минуточку хочу еще досказать. И вот в состоянии и в меньшинстве, и очень важную роль сыграла незабитый пенальти, там Федор Смол был явно не в своей тарелке. Вот я хотел сейчас вспомнить. Да, не в своей тарелке, я тогда тебе эту тему оставлю. Только зачем? Да, позитивное интервью из раздевалки, по которому можно свидетельствовать, что команда объединилась вокруг нового тренера, вокруг новой идеи. И, в общем, игры, голы мы хорошие забили. Хорошие, классные голы были, породистые такие. Второй мяч Адриана. Мне кажется, Гильермо даже не понял, что мяч в ворота полетел. Он только когда обернулся, увидел, что он там находится. Да, да, да. Он даже не рыпнулся. И, в общем, так настраивать на мажорный лад, вот главное провести удар на последнюю игру и готовиться ко второму, к части второго круга. Согласен. Сережа, Серега на очереди. Я первый занял. За мной будете. Молодой человек, за мной будете. Я хотел добавить, Кирилл, вот я со стороны, да, смотрел, ты все-таки болельщик, я динамовский болельщик. Я смотрел просто как сторонний болельщик. Мне показалось, что действительно Спартак все равно просел в конце. Было у него, было. И устали здорово, и устали две команды, потому что Спартак, я смотрю, там провалы какие были. Там какие-то несуразные ситуации возникали постоянно в игре. У нас безобразно вышел Тимофеев на замену, который должен был в середине играть. Согласен, да. Из-за него вот возникали эти разрывы во многом. Да, какие-то разрывы шли, какие-то, в общем, поставили. И Локомотив, он сам не воспользовался этим. Ты видел, в конце, я ждал, но сейчас Локомотив, видно, что Спартак уже такой отбивается, и как-то уже нет у него желания там уже атаковать. Но Локомотив-то никакого навала не сделал. То есть он, ну, куда-то на край отдал, потом еще куда-то мячик полетел. Я говорю, ну, когда, ребята, давайте, я думаю, сейчас начнется драйв такой. А я драйва не дождался, потому что просидел, что-то там мяч попинали, попинали, ну, может, замерзли, не знаю, может, погода была. Может быть. По поводу Смолдова. Нет, по поводу Смолдова, по поводу того, что с игрой с Рапидом и с физикой. Я думаю, что сейчас же пришел новый тренер, да, к вам? И, может быть, какие-то специфические нагрузки дал, то, что команда раньше не испытывала. Что я сомневаюсь. Нет, он говорил, что я вообще сейчас не даю ничего. Ребята, играем всем, чем есть. Вот когда идет вторая игра, вот, если одна игра идет провальная, допустим, по физике подсаживаться, то вторая игра, как получается, более свежая играешь ты. Я не знаю, почему это. Но состав-то один и тот же. Вот я Кириллу говорю, почему нет ротации. Ты не тренируешься уже, грубо говоря, вот после Еврокубков, я не думаю, что Конов дал большую нагрузку. Не давал, я согласен с тобой. И они за три дня восстановились, и свежее локомотивы выглядели намного. Ну, до 70-х. Это играем в меньшинстве, а не испокой. И СССР можно вспомнить, когда играл во вторник, а в субботу еле ноги возил. Значит, он выкладывался во вторник. По поводу Смолова, друзья мои, да, мы все прекрасно помним чемпионат мира, незабитый пенальти Смоловым, да, в игре с Хорватией, сейчас не забил. Но я вот Кирилл уже рассказывал, есть статистика, когда играл Спартак и Локомотив. Три матча есть, когда Спартак по ходу матча вел 2-0, назначалось пенальти в ворота Спартака, Локомотив забивал и побеждал в этой игре. То есть, если бы Локомотив забил. И есть моменты в одной игре, когда Локомотив не забил пенальти и проиграл. То есть, помимо прошедшего матча, да, то есть, есть еще вот в прошлом году такая же история. Театр, мимики же, да, 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 перчатки бросил, да. Да, вот это вот, когда после пенальти, он там бутылку эту бедную, ну, молодец, молодец. Я думаю, что Смолов почему подошел к пенальти, ведь, да, все-таки он хочет снять вот это проклятие чемпионата мира с этим пенальти. Снял? Нет, усугубил. А у кого было ощущение, что сейчас Смолов подойдет и пробьет, как на чемпионате мира? Да, было ощущение у меня, у меня не было. По второму обезду, все-таки, Смолов, мне кажется, все-таки эгоистично поступил, потому что был уверен, что опять он подошел к точке и в глазах полная неуверенность. Как в сборной. Вот и нет, сначала в мужестве, а потом в... Смотрите, как бьет пенальти Раналда, как бьет Ширер. Или ты бьешь так, исполняешь пенальти, или, может быть, тебе и ни к чему пробивали. Рамос. Тем более, в такой ситуации, нужно забивать и точка. Все, точка. Ты сейчас команду вот просто вот прям вот поднял на всех крыльях, что называется. Удаление, забивая, и еще 25 минут. Да, и все. На поле вообще его не было. Не было, не было, не было. И по взгляду, такое впечатление, что он стоял и смотрел, как люди играют в футбол. Пенальти-то, о, мясо прилетело, когда он не попал с двух метров. Смола времен Динамо, вот такая же вот, сыграет 25 минут, сверкнул в одном матче, все, матчи 3-4. Мы Смолова не видим, понимаешь, почему же динамовцы избавились от него? Ну, избавились. Ну, вы любите избавляться от игроков. А как же? У нас в каждой команде, какую ни возьми, везде динамовцы играют. Свои, да. Кроме ЦСКА, по-моему. Да. Ну, не знаю. Не знаю. Я поковыряюсь, найдусь. А я не знаю, что у нас есть. Поскреби, армейцы. Найдем динамовцы. Телефонный звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Ленинградский проспект небольшой. Добрый вечер. Ленинградский проспект небольшой. Да, есть. Я ничего не показывал на чемпионате мира. Я думал, что его уже никто, ни в какую другую команду не возьмет. Нет, нашелся локомотив. Ну, пожалуйста. Вот он результат. Так нет же, нашлись. Он там ничего не мог. Он и тут ничего не может. Он давно уже ничего не может. Он живет какими-то старыми иллюзиями, что когда-то забивал мячи. Это было давно. Но это было в другом чемпионате. Ну, тогда, может быть, и партнеры другие были. Да, спасибо. Спасибо. Помнил, третий воротарь ЦСКА Зириков, воспитанник. Повел. Третий воротарь ЦСКА, точно. Такого сейчас заинтересованы. У третьего воротаря... Зириков? Зириков. Нет такого в ЦСКА третьего воротаря. Зириков? Поковыряйтесь. Нет, нет, нет. Ну, давайте, не путать. Статистики. Переходим к матчу, где тоже, в общем-то, момент с забитым, или, сказать, не забитым пенальти, но, грубо говоря, забитым, возможно, изменил бы ход матча. Итак, Ростов-ЦСКА. Счет в этом матче 0-0. Абсолютно по игре. Илья. Да, Олег. Тебе понравился матч? Ну, в целом, такие смешанные чувства. Смешные? Смешанные. Да и смешные тоже. Можем сказать и так. Да не знаю, нормальный матч. А вы знаете, кто больше всех очков набрал на выезде? ЦСКА? Да. Единственная команда, которая не проиграла ни один матч на выезде. В этом году, в 2018 году. В этом сезоне. А вообще в 2018 году. А сколько пропустил ЦСКА в этом сезоне? Семь мячей. Меньше всех тоже. Вообще-то, по большому счету, ничейный матч в Ростове – это нормальный результат для ЦСКА. Если бы не этот пенальти и не добивание Влашича. Но это отдельный момент. Он пробил, как он всегда бьет. Вот я хотел с Женей, не надо на него это. Он отыграл нормальный, кстати, матч. Я смотрел, я говорю, опять же, как сторонний наблюдатель. Мне понравился Влашич, он вполне профессионально сыграл. Влашичу в последнее время не с кем, а ты вот не с кем ему деревянный, оловянный и стеклянный. А сам Влашич, то, что не забил, нельзя на один пенальти все сваливать. Давайте с игры забейте, ребята. В отличие от пенальти Смолова, здесь все-таки можно отметить игру вратаря. Вот, Сюков сейчас в форме в такой маманке. Он угадал, но, во-первых, надо было готовиться к тому, что сейчас будет пенальти в тот же угол. То здесь все-таки больше победы вратаря, чем поражение нападающего. Да, но потом он еще с двух метров не добил. Да. Даже останови мяч и просто закатись. Да, тоже в Спартаке, да, он играл с Писяков? Да. Вот. Не, ну сейчас, конечно, он... Он же пенальтист, да? Я недавно общался, опять же, с своим другом, вратарем, бывшим Торпедовским, который к нам тоже приезжает обидать. Он тоже, кстати, отмечал перед матчем, он говорит, обрати внимание, вот мало кто говорит о нем, говорит, а я, говорит, посмотрел, что, ну, действительно, и по технике вратарь, и по хладнокровию, говорит, он очень перспективный, молодой тем более. Ну, относительно, для вратаря, для вратаря. У него не 30 же. Ну, 28. Ну, и меньшим фактурным, он малый, конечно. Хороший, хороший. Давайте мы еще вот что скажем. Ведь ЦСКА действительно побеждал, победил, вернее, не проиграл. Не проиграл, да, в гостях, действительно, за 18-й год ни разу. Вообще, по статистике, такой команды у нас не было никогда. Да? Вот никогда такой команды не было. Какой? Спартак в 90-е, когда он всех громил, крушил, все равно у него не было такого периода, когда он за один календарный год побеждал, вернее, не проигрывал в гостях. А, календарный. А, знаешь, почему? Потому что Спартак проиграл всегда первый и последний матч чемпионата. Так что все впереди. Кстати, я хотел поздравить Игоря Акинфеева. Он провел трехсотый матч на ноль. Да, есть такое. Я вообще, у меня мысль возникла, Женя, вот я смотрел, пора бы Игорь Акинфеева все-таки возвращать в сборную. Потому что посмотрел сборную, не будем там, не будем обсуждать, не обсуждали мы. Ну, как тот с вратарями, конечно, мне не очень нравится вот этот состав. Слушайте, а мне, кажется, вратарская тема вот самая не обсуждаемая. У нас вратарей, и вот, что и было всегда вратарей у нас. Ну, вот вратарь сборной, как сыграл последний матч? Лунев, а какие-то он совершал ошибки, которые, вот, именно ошибки вратарские. Ну, а спасал, спасал. Спасения были такие, Лунев, вот это скоро. Спасет нас только телезритель, который только что до нас дозвонился. Добрый вечер. Двери, Двери. Алло. Да. Вот я хотел сказать насчет Спартака. Так. Понимаете, в чем дело, что с Крылышками, он должен Крылышким был проиграть, это рад. Я болельщик Спартака. А что им повезло с локомотивом, это даже не подпишет вопрос. Они должны были проиграть. Второй вариант. Очень много делает ошибок вратарь. Ребров. Он и раньше выходил, ему сделали замечания, он опять продолжает выходить. Зачем он в последнем? Там была борьба, он остался в воротах, гола бы не было. Да, да, да. Так что Спартак очень, очень плохо играет. Отвратительно играет. И не надо всех убеждать, что вот тренер там, много случайностей, что Спартак с Крылышким засудили, Крылышами там засудили, Крылыши. Локомотив просто это... Во сне не приснится, как Спартак играл. Спасибо. Очень много ошибок, очень много. Спасибо. Тимофеев, кто там, Тимофеев? Плохо, плохо играть, Молотон, ну сколько ошибок. О, боже мой. Его везли в состав. Ну что это за дела? Спасибо. Спасибо вам большое. Болельщик ЦСКА звонит, говорит, как играет хорошо Спартак. Болельщик Спартака звонит, как ужасно играет Спартак. За что мы любим РПЛ? Как бы не заканчивались матчи, всегда кто-то доволен. Да. Это согласен. Теперь концентражно начну. Мне вот кажется, Вашич, да? Ребят, он парню сколько лет? 20... Кого? 22? Там 21, по-моему. Требовать от него, чтобы он сейчас тащил ЦСКА весь чемпионат. Тащил полностью, да. А он куда? Ну нет, ну ошибся человек, да. Нет, ну понимаешь, нет, просто... Нельзя с него такой спрос-то. Он пришел, заиграл, да, конечно. Вспомни, сколько лет к человеку. Да, мы точно. Вот здесь хотелось только с языка снял. Мы вошли во вкус. И хотелось вот... А, борзель. Да. С молодым составом он решил вот так. А как и наши телевизорители тоже вошли во вкус. И у них тоже уже появилось свое мнение. Сегодня очень много звонков. Давайте еще пообщаемся. Отключим телефон, действительно. Да. Слушаем. Владимир Сергеевич, вот вратаря затронули. Кирилл, он совершил две ошибки абсолютно одинаковых. Что с рапидом, что с локомотивом. Он как-то не затормаживает. Он не идет вовремя на мяч и не остается в воротах. В результате он не добегает до мяча и оставляет пустые ворота. Это два эпизода и два мяча в воротах его. Это его ошибки, я считаю. Или он должен все измерять. Или он в воротах стоит, или он идет на мяч. Все вовремя. Надо просчитывать. Но как же иначе. Согласен. Спасибо. Кирилл, знаете, можно я сейчас скажу, а потом ваше мнение. Мне кажется, что Ребров чересчур перенервничал. Даже в игре с локомотивом, в игре с крылышками или с рапидом. Потому что его состояние, что он вновь в основу. Ему нужно доказывать, ему нужно что-то показывать. И вот это немножко мешает ему. Да, он пересидел в запасе, это видно. С рапидом он ошибся, я согласен. Анима Ксиминова. Да, он ошибся. Матч с локомотивом, хорошо сыграл Фарфан. На мой взгляд, Ребров вышел вовремя. Был такой заброс хороший, с защитником вовремя вышел. Но нападающий был быстрее, так скажем. А я сам согласен, нервозность есть. И это от отсутствия игрового тонуса у человека. Я даже в судил на лавке и желание проявить себя. Да, выздоровеет сельхов, сельхов будет. Можно ваше мнение по вратарям? Мне кажется, есть одно качество, которыми русские вратари все не отвечают. Они не умеют играть на выход. Вообще никто. Даже Акинфеев. Акинфеев в первую очередь. Вообще не играет. А может быть вспомните вратаря, который умел играть на выходе? Досаев великолепно играл на выходе. У нас был вратарь, Гонтарь, Николай, но у него было 90 кг веса. И когда он кричал... Не Джанаев точно. Как он кричал, защитники и нападающие все разбегались. Даже свои. Он мяч брал спокойно и все нормально. Ты кого-то хочешь назвать? Не-не-не, просто интересные детали. Я по поводу вратарей. Даже не помню, кто-то писал, то ли Чанев писал, то ли еще кто-то из таких вратарей, которые есть тренер вратарей. Они сказали, что именно психологическое состояние вратарей зависит от того, что они играют. Здесь действительно Ребров попал. Постоянно стоит, стоит, стоит. И один он знает, что он номер один. Вспомним давайте Ладыгина. Пока он с Габулом сидел у Динамо, они оба нервничали. Вспомним Ладыгина. Ладыгина также. Да? Только Лунев подошел в лучшей форме. Ладыгин занервничал. И все. И Ладыгин сел на лавку. Можно вспомнить дополнительно при Карпине. Да, он, наверное, начал дергать вратарей. В итоге играть перестали все вратарей. И Карпин должен с Джанаевым разделить ответственность за то, что мы тогда не взяли золото. Потому что он этих вратарей тасовал как колоду. Мы помним, и Джанаев там потом плавно стоял. По теме вратарей можно перейти плавненько-плавненько по теме вратарей к матчу Динамо. Вот, я предлагаю перейти к матчу Динамо. Там как раз был момент. Ну, давай мы узнаем, как сыграл Динамо. Пока мы говорили о клубах, которые выше находятся. Итак, Рубин, Динамо. Счет 1-1. Динамо забили на последних минутах. Что примечательно, мы забили два мяча. Один в свои ворота. Мы не отскочили. Говори по Динамо. Бомбардиры. Я по вратарской проблеме. Там был момент. Не момент, а практически весь матч. Рубин пробивал, когда угловые. Они всей командой заходили в ворота. Да. И заталкивали Шунина. Я удивился. Что такое-то? Говорят, они все время так играют. Ну, не все время. Не, просто я Рубин не смотрел. Они, кстати, один угловой не стали так делать. Я же смотрел весь матч. Они один угловой и разыграли. Я тоже, да. Не поместились в воротах. А так, действительно, это плохо кончится. Действительно плохо кончится. Мы забили свой ворота. Луценко, но он не забил. Там от него выбивало в спину Луценко и залетел мяч. Да, да. Попал в спину своему игроку и мяч залетел в ворота от Луценко. Вот. Как бороться? Я вот потом смотрел и передачи, и общался с вратарями, общался в интернете. То есть, ну, кто какие дает эти прогнозы. Советы, да. Либо это наработка Бердыева, либо... Ну, я честно скажу, я не видел. Кто-нибудь видел вот такой розыгрыш? Такой нет. Ну, когда все стоят прям вот в воротах. Обычно набегают. Английские команды, и сборные в том числе, они принимают такую тактику, как в регби. Они в линию выстраиваются. Ну, это нет. Это есть такое. Англичане так и играют. Белядинов сказал... Кто-то хороводы водит. Я видел вот так вот бегу. Старший Белядинов сказал, что надо выставлять двух игроков. Динамский было у одной штанги, у другой, а остальным вообще уходить. Слушай, а я думаю... Любое нападение на батаря, он бы выходил, допустим. Шунев даже сам столкнулся бы с игроком в вратарской, то считался фолк. В такой-то луче, а у тебя разбега не будет для того, чтобы куда-то чего-то... Судья не заметил, если там что-то насуешь куда-нибудь к кому-нибудь. Судья не заметил. Ну, конечно, Динамо-то молодцы, что не опустили руки. Нет, проблем много. Мы вспомним матч «Зенита». Мы тут говорили сейчас, о «Зените» мы и были. Говорили, не говорили о «Зените», 4-2. Там они совершили все замены, у них на лавке 9 человек сидело. Я посмотрел, Динамо совершили все замены, и на лавке остался у нас Панченко и Марков. А, и вратарь еще, да. Все. То есть, ну, играть, в принципе, Хохлова обвинять, потому что некому играть. Честно, некому. Ты видел, 2-й молодой, но забил молодой, молодец. Он второй мяч. Да, кстати, Хохлов мог выпустить Маркова у кого-то, он двух молодых выпускает. Панченко и Маркова, он выпускает Грулева, 19-летнего из дубля. Ну, молодец. Молодец. Хотя очень много вопросов сейчас по Хохлову действительно задается. Да, ему надо, конечно. Вот сейчас кровь из носа выигрывать у Уралов. Давайте посмотрим турнирную таблицу. У нас не так много времени остается. Еще хотелось бы ее обсудить, потому что Зенит, я со второго тура уже начал говорить, что Зенит чемпион, а тут 2 очка остается до Краснодара. И что еще примечательно, посмотрите, у нас сколько команд набрали там 20 и более очков. Вот давайте мы в последнюю часть посмотрим еще. А Динамо-то есть? Динамо у нас во второй части. Опускаемся, опускаемся, опускаемся. Вот и Динамо на 12 месте. И первая команда, без двадцатки набравший. А у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот же номер стоит, одиннадцать, Ахмат. Друзья мои, девять команд набрали от 20 до 27 очков. Это, мне кажется, говорит о многом. Согласны? Спасибо. Спасибо за табличку. Зенит растерял. А готов ли Краснодар поддержать свой ход? Ну, почему же нет? Как вот в позапрошлом сезоне, когда Ростов... Потому что я уже начинаю болеть за него. Конечно, я буду болеть за Краснодар, как болел за Ростов, чтобы этот чемпион не сталкивался в СССР. Сейчас буду болеть за Краснодар. Ну, нет, они... Ну, да, пардон, Зенит. Уверенную игру, кто Сережа про машину говорил, да, все, почерк уже у команды окончательно устоялся. Результативность 30 мячей, ребята, в 16 матчах, 30 мячей, ближайшая команда, там 20 с чем-то забило. Ну, результативная команда... Там исландцы, бразильцы играют, там, в принципе, хорошая команда. Ну, все, друзья мои, я признаюсь, начинаю болеть за Краснодар, но Зенит все равно будет чемпионом. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Еще хочется сказать, что у нас Кубок России, да, завтра у нас играют команды. Это я прямо сейчас озвучу, чтобы у нас быстренько локомотив, Краснодар, Спартак и Урал. Да, вот у нас есть табличка. Оренбург с Арсеналом уже сыграли свой матч. Арсенал 4-2 выиграл у Оренбурга, 4-2 выиграл у Зенита. Ну, нормально, абсолютно. Ну, и, естественно, в следующий вторник мы обсуждаем последний тур чемпионата России. В этом году. Ну, в этом году, конечно. И наши команды уходят на зимнюю спячку. Итак, центральный матч-тур, я даже не знаю, по-моему, нету. Вот, чтобы, да, такой же табличку. Еще раз, если можно, да, еще раз вывести табличку, чтобы мы прямо вот точно определили, есть ли у нас центральный матч-тур. Итак, Крылья Советов Ростов, ЦСКА Енисей, Локомотив Оренбург, Анжи Спартак, Динамо Урал, Краснодар Уфа, Зенит Рубин и Ахмат Арсенал. Вот такая вот у нас... Зенит Рубин, мне кажется, будет упорный матч. Опять они залезут все в ворота. Посмотрим. Друзья мои, спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok